В этом году ледяной покой сжиг сны был нарушен раньше природного срока. Как будто нетерпеливая весна спешила прорубить себе дорогу. На шексне проходили испытания необычного ледокола. Этот необычный ледокол создан на Череповецком судостроительном заводе. Проект подготовлен научными сотрудниками Центрального технико-конструкторского бюро Министерства речного флота в сотрудничестве с Ленинградским институтом водного транспорта. Ледокол ведет опытный капитан Александр Иванилов. Это его одиннадцатая навигация. Первые десятки метров льда Смерч берет сходу, как обычный ледокол. Затем включается вибрационная установка. Техническая идея ее проста. На валах вращаются навстречу друг другу неравновешенные грузы. Принцип действия легко понять из предлагаемой схемы. Первая фаза. Грузы расположены в горизонтальной плоскости. Силы взаимно уничтожаются. Вторая фаза. Грузы расположены в вертикальной плоскости. Возникающие силы складываются и приподнимают нос ледокола. Третья фаза. Грузы расположены в горизонтальной плоскости. Силы взаимно уничтожаются. И четвертая фаза. Грузы вновь расположены в вертикальной плоскости. Суммарное усилие направлено вниз. В результате на лед обрушится удар 18 тонн. Двести оборотов и сто ударов в минуту. Вибрация ледокола не оказывает вредного действия на людей. Она ощущается только на носу. В рубке почти не чувствуется. Смерч уверенно продвигается вперед. Крепкий лед. Здесь была дорога. По ней ходили груженные автомашины. Чем ближе к основному руслу шексны, тем лет толще. 60 сантиметров. На испытание нового ледокола приехал капитан танкера 302 Николай Кузнецов. Он провел в своей жизни 20 навигаций. Не раз вступал в нелегкие поединки со льдами. Капитан Кузнецов хорошо знает, как нужны речникам такие ледоколы. По сравнению с обычными ледоколами Смерч просто малыш. Достаточно сказать, что мощность его двигателей 300 лошадиных сил. Длина ледокола 17,5 метров. Ширина 370 сантиметров. Высота борта 230 сантиметров. Мощность привода вибрационной установки 60 киловатт. В ходе испытаний Смерч встречался со льдом толщиной 70, 80 сантиметров, метровым льдом и выходил победителем. В проходящих испытаниях накапливался опыт проектирования более мощных виброледоколов. Авторский коллектив в содружестве с производственниками продолжает усовершенствовать вибрационный ледокол. Пока Смерч — испытательное судно, но он открывает дорогу новым типам ледоколов. Скоро они придут на помощь речникам, и тогда на реках России увеличится срок навигации. КОНЕЦ КОНЕЦ